друзья всем привет с вами снова я алена блин и это мой свежий выпуск новостей алена блин говорит где мы с вами в очередной раз обсудим что случилось у нас шоу-бизнесе и не только ну что погнали ну начнем мы с вами пожалуй с того о чем я вам давно обещала рассказать возвращение ани лорак все комментарии под прошлыми выпусками были полны вопросов алена ну ты же обещала рассказать про не лора где они лорак и вот она вышла из сумрака и выпустила новую песню и сразу клип забабахала на песню лабиринт и в этом клипе все увидели как она сейчас выглядит какие у нее формы какая она красотка и все это конечно же ценили по ходу кроме владимира зеленского в общем неизвестно что в ту самую ночь когда вышел этот клип делал владимир зеленский наверное пересматривал его несколько раз но на утро было выпущено очередное вот их постановление о том что личные враги владимира зеленского а еще раз напомню это они лорак анна седокова регина тодоренко это и себя повали супер списочек этот самый список врагов точнее враги попал на этот раз под личные санкции владимира зеленского что значит личные санкции а это значит что всем вот этим девушкам арестовали имущество отобрали недвижимость запретили въезд на украину и обложили их там вообще черт знает чем и мне все время хочется понять а что такого в этих именах для владимира зеленского кто они лично для него вот каждая из этих женщин честно говоря все это больше похоже не на какие-то политические решения на месть отвергнутого и обиженного мужчинки уж не знаю что он там делал но наверняка канита лорак он точно подкатывал да и анна седокова ничего нужно счет таисии повали я не знаю спичку не держала но все это по крайней мере вот выглядит именно так но вообще знаете я бы на месте владимира зеленского господи надеюсь я никогда не окажусь на его месте вела бы себя гораздо более осмотрительней поскольку не только у владимира зеленского есть влиятельные друзья я бы порекомендовала зеленскому внимательно посмотреть на эту фотографию и задуматься в январе в америке выборы и к власти снова рвутся республиканцы во главе с дональдом трампом поэтому прежде чем включать свой список личных врагов таких девушек как они лорак зеленскому не мешало бы подумать о том что возможно придется вскоре за это извиняться впрочем извиняться ему не впервой я помню шикарную историю как несколько лет назад зеленскому пришлось извиняться перед рамзаном кадыровым тогда в своей передачке квартал 95 зеленский показал шутку которую сопроводил кадрами плачущего рамзана кадырова вот только слеплен этот сюжет был настолько непрофессиональный на скорую руку что никто не увидел что кадры рамзана кадырова были взяты с похорон и его отца что конечно же оскорбила всю его семью и зеленскому тогда пришлось извиняться и угадайте кстати через кого он тогда передавал свои оправдания и извинения перед рамзаном кадыровым правильно тогда зеленским разговаривала и я алена блин тогда я работала обычным журналистом компании life news и мне было поручено позвонить владимиру зеленскому и узнать как он вообще додумался до этой шутки я ему тогда набрала и вы сейчас можете послушать отрывок из того исторического разговора с владимиром зеленским вот этого оскорбительного скетча который прозвучал в эфире у вас и был показан с участием рамзана кадырова был не скетч была некая реприза после которой шло некое видео я не уверен что у людей в голове я не уверен что это видео с похорон когда не видел я видел нет к сожалению не видел конечно же я бы я бы к сожалению конечно же не допустил бы так если это вдруг действительно кадры с похорон каким-то нелетным образом это происходит то конечно же затонуло это никто не хотел делать и я сразу говорю за это извините и вот вы все услышали каким трясущимся голоском зеленский тогда оправдывался за свой факап и вот я ярко представила как владимир зеленский через какое-то время когда власти придет дональд трамп трясущимся голоском будет извиняться при ними говорить ну конечно же вот так вот если вот так вот получилось то конечно же и я бы извинился перед они дорогой нашей лорак пожалуйста вот мы все очень ждем с нетерпением этого разговора интересно кстати через кого он будет извиняться но бог с ними зеленским в этот самый санкционный список кроме граждан украины попали еще и российские звезды николай басков ольга бузова михаил пореченков лев лещенко вадим казаченко слушать такое ощущение как будто в мешочке вот эти имена просто рандомные вытягивал этот зеленский и его компания и просто накидывали их в этот самый список какие активы они хотят отнять ольги бузовой николая баскова чем они владели на территории украины какие вообще на украине там могут быть активы судя по максу барских у них вообще там только пассивы ну а мы продолжим про украинских звезд вера брежнева неожиданно запела на украинском языке да еще и народные песни вот ее новый хит называется знаете как вышиванка хочется спросить у веры брежнева а чё ты не пела про вышиванки раньше а я вам объясню почему год назад та же вера брежнева давала интервью где ее спрашивали про украину она попросила по-человечески не называйте меня украинской певицей я не ассоциируюсь с украина я певица мира света все у нее там хорошо розовые пони летают и вот это самая вера брежнева вдруг через год поет про вышиванку что она память потеряла забыла из какой она страны или что вообще с ней произошло вера брежнева просит теперь не называть ее по имени и фамилии в общем теперь она просто вера просто дура еще можно назваться и в следующий раз не придется объясняться когда вновь потеряешь память и забудешь из какой-то страны и где и для кого пела хотела уже закончить тему про украинских звезд но тут пришла еще одна трагическая новость заблокировали аккаунт рэпера потапа запрещенном инстаграме но просто беда пришла в дом потапа за что его заблокировали люди пишут за то что он защищая макса барских набросился на тимати вот кому-то это не понравилось решили что его высказывание очень агрессивные заблокировали его короче нет больше у потапа инстаграма поэтому непонятно вообще чем он займется где он будет орать и обсирать наших звезд набрасываться на тимати ну можно вот под руку с верой брежневой запеть про вышиванку и заодно кстати помогать ей с украинским языком который она тоже скорее всего не помнит конечно если не приревнует настя каменских ну а мы с вами поехали дальше и что у нас там а у нас моргенштерн который наконец-то признался по какой причине он сбежал из россии и причину эту зовут правильно ксения собчак именно ей морген дал интервью перед тем как побежал вообще из россии куда глаза глядят именно после этого интервью его признали и на агентом и пошли проверки его бизнеса и закрытие его кафе ресторанов и после всего этого естественно он свалил теперь до сих пор скитается по дубаем израилем и черт знает где еще его носит но здесь интересно не это а детали которые рассказал моргенштерн описывая как проходило интервью у ксении собчак очень многие удивились тому что оказывается что во время интервью у собчак в каждом ухе 10 наушников куда и подсказывают что говорить как спрашивать и вот сидят там редактора психологи уж не знаю психотерапевты еще бог знает то там висит у нее на ушах и все они помогают ей довести гостя до белого коленя что собственно и произошло с моргеном вот он к ней обратился и сказал ксюша ты чё охуя и собчак реально ох поскольку немедленно записала моргенштерну ответ где честно призналась мразь мрази глаза не выкалит так что морген жду тебя у себя в гостях написала ксения кстати где в гостях где сейчас сама ксения теперь же она отчитывается каждый раз в какую эмиграцию она уехала в этом интервью кстати али шер честно признается о том что очень хочет вернуться в россию но не знает как это сделать и задается вопросом а что я должен что я должен а я тебе скажу моргенштерн приходи на интервью моё шоу алена блин вот после него ты точно окажешься в россии скорее всего рядом где нибудь с певцом шаманом который уже пришел ко мне и посмотри где он сейчас и какие у него хиты а я знаю что ты очень завидуешь шаману не зря на своих концертах даже поешь его песню я русский вот кстати видео но мы переходим к следующей новости и там у нас произошла историческая встреча двух соперниц двух конкуренток солистка группы артики асти которую зовут цивиль встретилась за кулисами одного из концертов самой асти и вот когда произошла эта встреча все замерли и думали ну наверняка сейчас они вцепятся в лицо друг другу по выдирают волосы или начнут теперь кто кого перепоет а тем более что голоса у них практически одинаковые но драки не вышло девушки наоборот мило обнялись пообщались и практически стали подругами и кстати в этот раз там опять не было нигде артика артик опять пропал и даже не понимает вообще что у него происходит артик вернись и посмотри твои две бывшие солистки группы вот-вот объединяться и вообще выкинуть тебя самого и группы и будет этот новый коллектив называться асти и асти или две асти взамен распавшихся двух маша что очень даже ничего ну а мы с вами переходим к следующей новости и там у нас очередной скандал и ссора мерзкий старик так назвала яна рудковская нет не иосифа пригожина то вы уже обрадовали что поругались а александра невзорова есть такой пропагандист который сейчас всячески обкладывает всех критикуют нашу страну ничего ему не нравится и всех он обсирает так вот сидел себе этот неинтересный невзоров себя там где португалии или в израиле где он там прячется и никому не был нужен пока не покусился на святое зачем-то он задел яну рудковскую и самая страшная гнома гномоча сына яна рудковской дернул черт этого самого невзорова в одном из своих дебильных выпусков упомянуть рудковскую и сообщить всем что она мол работала проституткой в интим салоне города сочи господи как это пришло ему в голову и главное зачем он это сказал ведь он не знал что эти слова услышит сама яна и устроит ему темную яна рудковская тут же ответила этому несчастному невзорову который же пожалел наверное что это сказал это ложь сказала рудковская и пояснила что она действительно работала во французской сети только не интим салонов а салонов красоты это знают все и в сочи и в москве подчеркнула яна рудковская и на этом невзоров замолчал заткнулся видимо не нашелся что ответить да и что ему ответить человеку который сам занимается политической проституцией ну а мы продолжаем с рубрикой отъехавшие семен слепаков у нас в ней сегодня 120 миллионов рублей получал семен слепаков когда работал в россии заключал контракт с газпромом и делал свои шоу для тнт эту информацию озвучил вячеслав манучаров представляете 120 мультов он получал практически 10 миллионов в месяц сейчас слепаков вместе с семьей уехал в израиль сидит там поет песенки под гитару про воблу еще там про что-то и вот этих 120 миллионов лишился сейчас слепаков получает во много раз меньше его корпоратив упал в цене в два раза и сейчас выступление вот этого слепакова стоит всего 2 миллиона гроши практически но по меркам израиля с его высокими ценами действительно да и за что там платить слушайте вот эти песенки жопа растет купи говна мне лично даже двух миллионов жалко пусть он мне вообще заплатит чтобы их хоть раз включила и послушала в ютубе так что семен слепаков пой пока в израиле надеюсь ты найдешь там благодарную публику а мы посмотрим как ты запоешь после того как вернешься в россии стыкаш вернешься по комментариям под прошлым выпуском я вижу что вам очень понравилась моя рубрика кто уехал кто вернулся кто немножко поэтому мы приступаем к последней части этой фразы и в рубрике чудные дела твои господи у нас внебрачный сын бориса моисеева представляете боже когда я прочитал этот заголовок я подумала ну неужели вернулись старые добрые новости из мира шизанутого шоу-бизнеса и вот наконец-то боже внебрачный сын сейчас же все найдут мать они будут делить наследство все покажут этого сына будут смотреть похож он не похож пока я не дочитала до имени этого внебрачного сына им оказался ребят стас борецкий просто посмотрите на этого мужчину и вот этот самый борецкий говорит я самого детства об этом знал не рассказывала мама и бабушка но как часто в жизни бывает все откладывал об этом заявить публично при жизни бориса мы с ним встречались он все знал но тоже не хотел афишировать свое отцовство рассказал борецкий кстати как круто все это рассказывать когда человека уже нет и он не может подтвердить не опровергнуть ничего а ты сидишь и рассуждаешь я знала об этом не рассказывала а меня волнует главный вопрос ну хорошо борис моисеев отец стаса борецкого а кто мать слушайте голубая луна потому что глядя на этого борецкого не скажет что такое могло родиться от мужчины и женщины или кто там у него родитель номер один родитель номер два но я все-таки захотела узнать до конца что там произошло в голове у стаса борецкого и почему он выдал такой нашла дополнение пояснения к его рассказу где борецкий признается о том что он никогда бы не отважился на такое признание если бы не увидел страшную картину как кристина арбакайте пришла на кладбище борису моисееву и возложила там цветы а у борецкого в это же самое время мысль пошла дальше и он решил что кристина арбакайте будет претендовать на наследство бориса моисеева часть которого должна достаться ему стасу борецкого господи что я говорю вообще что бред подождите мы с вами должны дойти до конца этой истории так вот борецкий говорит если это завещание сейчас плывет она должна выплыть то она будет претендовать на наследство моего отца бориса как и я конечно при наличии у них огромных денег и связей они могут забрать себе все это кто они алла пугачёва и максим галкина их дети которые уехали в израиль подождите дальше а то что она не приехала на похороны то я считаю это некрасиво с ее стороны отец ее практически нянчил с детства подождите какой отец а борис моисеев нянчил с детства это же отец борецкого боже я теряю мысль он же был как нянька для них выразил свои переживания стас борецкий ребят короче я дошла до самого конца мы все с вами это прочитали и у меня в голове только одна мысль уж не знаю всплывет ли или выплывет завещание бориса моисеева я хочу чтобы стас борецкий этот всплыл в реках алкоголя который он наверняка потребляет все эти дни горюя по своему тайному отцу борису моисееву и тут надо перекреститься господи помоги спасибо всем кто досмотрел этот выпуск до конца до кстати сегодня не было рубрики обиженки но знаете судя по тому что мы сегодня здесь с вами обсуждали я уверена что на следующей неделе обиженки появятся со стороны зеленского в резкого и кого-нибудь там еще а мы с вами увидимся в следующий вторник пишите комментарии пишите свои мнения о том что я сегодня вам поведала ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами было шоу алена блин говорит алена блина этот новостей мертвым а и 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